В Украине не осталось почти ни одной целой электростанции. Как быстро можно все починить и можно ли? Тем более, что ракету России осталось примерно половина, а Газпром обвиняет Украину в краже. Обо всем этом расскажем дальше в эфире нехто самые важные и интересные новости. Наградить убийцу за мужество. Выживший зэк получает орден. Один из 15 остался, короче. Все будет окей. Богом помазан. Да, да, не говорите, с Богом помазан. Какая опасность угрожает российской военно-морской базе в Новороссийске? В Кубанской станице установили странный монумент, но уже убирают. Спасибо, что вы с нами. Чтобы закрепить нашу дружбу, не забудьте подписаться и поставить лайк этому видео. Это важно для нас всех. У нас уже больше миллиона. Давайте сделаем больше двух. Спасибо вам за доверие. Начнем. Российские обстрелы повредили практически все тепло- и гидроэлектростанции в Украине. Ранее премьер-министр страны говорил о повреждении половины всей энергетической инфраструктуры. У вевторок мы начали заниматься нормальным энергопостачанием для наших граждан и стабилизовывать энергосистему. Тобто стабилизовывать ее работу таким образом, чтобы у нас не было никаких таких аварийных подений, або минимизировать принаймні их уверенность. После этого атака также отметил, что у нас практически не осталось в Украине неушкодженных тепловых и гидроэлектростанций. Для того, чтобы вы понимали масштаб этих атак и с чем нам приходится работать, практически вся теплова и гидроэлектростанция, если мы говорим о великой электростанции, зазнала ушкоджень, зазнала ракетных ударов. Как быстро можно вернуть систему в рабочее состояние, никто оценивать не берется, но задача перед украинскими энергетиками не из простых. Если брать в общем, то, наверное, Киевская область и северо-восток страны – это самые сложные регионы, где чувствуется дефицит электроэнергии. Потому что кроме дефицита мощностей здесь еще существуют сетевые проблемы, связанные с подстанциями. Поэтому, наверное, самая сложная ситуация – это центр и восток страны. Но в общем и целом, скажем, главные те проблемы, которые возникли сразу после ракетных ударов, они какими-то обходными путями решены. В базе военно-морского флота в Новороссийске может грозить опасность, так говорят в британской разведке. 18 ноября в российских и украинских медиа появилась информация о нападении на нефтяной терминал в порту Новороссийска. Официально российское командование отрицает обстрел Черноморского порта. А после нападения на базу Черноморского флота в Крыму российские подлодки перебазировались именно в Новороссийск. И теперь, после Севастополя и Крымского моста, любая угроза Новороссийску будет очень серьезной для всего флота и боеспособности российских военно-морских сил. Продолжение следует... Канцлер Германии призывает готовиться к худшему. Говорит, Германия должна быть готова к эскалации войны в Украине и разрушениям инфраструктуры. Ввиду развития войны и видимых и растущих неудач России, мы должны быть готовы к эскалации. Что это будет означать и как Германия будет готовиться к такому, мы, я думаю, скоро все узнаем и увидим. Но риторика Олафа Шольца изменилась и это уже хорошо. Орден мужества за то, что выжил. Завербованный ЧВК Вагнера зэк Константин Ковалев единственный из всего подразделения выжил. Это там, где потерь нет. Выжил во время артиллерийского обстрела и был за это награжден. А срок свой получил Ковалев за убийство двух женщин. Анька, я тебе обещал, что вернусь. Значит, вернусь, никуда я не денусь. А так жив, не ранен, ничего. Один из 15 остался, короче. Так что все будет окей. Богом помазан. Тем временем депутаты Европарламента призвали Европейский Союз внести ЧВК Вагнера в список террористических организаций. В качестве основания не только нарушение Вагнером международного права в Украине, но и предыдущие, в кавычках, подвиги в других конфликтах. Готова ли Беларусь напасть на Украину? Институт изучения войны пишет в своем отчете, что Беларусь вряд ли перейдет границу под своим флагом и своими силами, а нагнетание и сотрудничество с Россией, скорее всего, продолжение информационной кампании. Потенциальные атаки под чужим флагом вряд ли изменят внутренние факторы, которые, как продолжает считать Институт изучения войны, сдерживают готовность Лукашенко вступить в войну на стороне России. В любом случае, разведку они пытаются проводить, пытаются выяснить количество войск и техники на границе с Украиной. И это происходит практически постоянно. Мы понимаем, что Беларусь нагнетает ситуацию, чтобы отверстили свою увагу от своей ответственности через то, что они поддерживают Россию в войне против нашей страны. Это делается в любом случае. Нещодавно они также показывали наши инженерные ограничения и дивились, почему мы их проводим на кордону с их страной. Безпилотные литальные аппараты от 24 лютого еще Беларусь или СССР РФ пытаются использовать для того, чтобы отстежить ситуацию, которая происходит в украинском прикордоне, чтобы они понимали, где и какие силы мы держим на этом направлении. Однако от Волыни до Чернигово все 1084 километра, каждый, особенно загрозливый напрямок максимально укрепленный из нашего бога. Газ для Молдовы теряется где-то в Украине. Так говорят в «Газпроме». Говорят, что на входе в Украину на станции Суджи был один объем, а на входе в Молдову значительно меньший. И грозятся вообще перекрыть газ, если так и будет продолжаться. То есть решили продолжать шантажировать газом Молдову. Говорят, в Украине таким странным образом осело больше 52 миллионов кубов газа. Оператор ГТС Украины отрицает российские обвинения и говорит, что разницы в объеме на границах нет. Украинский министр обороны показал, сколько у России осталось ракет и даже показал, каких. В России осталось 119 искандеров. На начало войны в арсенале было 900 ракет, потом построили еще 48. Российская армия выпустила 829 ракет. Кроме того, 123 противокорабельные ракеты «Оникс» и их осталось 347 штук. Еще у России много ракет С-300, которые, по идее, для противовоздушной обороны, но они запускают их по городам. Осталось таких ракет 6980. Еще осталось 229 калибров. С начала войны была выпущена 391 ракета. Кроме того, у России осталось 132 ракеты Х-101, это половина. 150 ракет Х-555, это тоже половина. 120 ракет Х-22, это чуть больше трети. И 356 ракет Х-35, 40%. 43 ракеты Х-47, кинжал. И это больше 70%. То есть, если не большую часть, то половину всего своего ракетного потенциала Россия уже использовала. В Кубанской станице Северская установили очень странный объект. Местные власти говорят, что это капля воды. У многих другие ассоциации. А вот что думаете вы, нам интересно узнать, и поэтому пишите, пожалуйста, в комментариях. А мы пока покажем, как каплю, или что бы это там ни было, демонтируют. Жду ваших комментариев. Пока у меня все. Спасибо, что смотрите. Не забудьте подписаться и поставить лайк этому видео. Таким образом, нас будет становиться больше, а это значит, больше людей будут знать правду и иметь доступ к проверенной информации. До новых встреч и хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok